Здравствуйте! В студии программы «Наблюдатель» Фёкла Толстая. 120 лет назад родился Эрик Мария Ремарк. Немецкий писатель, который прославился своими антивоенными, наверное, правильнее всего сказать, романами, рассказами и так далее. Но вот что интересно, если вы возьмёте любой рейтинг самых популярных книг, я понимаю всю условность этих рейтингов в России, и у вас, конечно, где-нибудь на самом верху будет «Мастер Маргарита», потом ещё какая-то русская классика, но одна из первых позиций, которую будет занимать иностранный писатель, это будет Ремарк. Скорее всего, три товарища. Я таких списков видела довольно много. Почему мы так любим этот текст и этого писателя? Почему он так важен оказался в истории русского чтения, появившись после войны в 50-е годы, не оставляет русского читателя, и об этом говорит и количество театральных постановок, и так далее, и так далее. Вот, собственно, о феномене Эриха Мария Ремарка, и о нём самом, и о его феномене, и его популярности в России мы будем сегодня говорить. Здорово всем представляю вам наших сегодняшних гостей. Наталья Васильевна Ростиславлева. Здравствуйте, Наталья Васильевна. Доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории, факультет архивного дела, историк архивного института, РГГУ, и директор российско-германского учебно-научного центра. Вот, вы бывали у нас в программе, мы очень рады, что вы так прекрасно всегда у нас отвечаете за российско-германские связи. Рады вас приветствовать. Никита Дмитриевский. Здравствуйте, Никита. Хореограф, режиссёр и вот автор совсем недавно вышедшего на сцене новой оперы, балета «Три товарища», причём вот, насколько я знаю, это в мире первая такая балетная интерпретация этого текста, правда? Это первая большая форма. Первая большая форма. И вы, кроме того, что хореограф, вы ещё и автор либретто. Ну, наверное, вот я правильно назвала вас, в общем, автором этого спектакля. Да. Андрей Леонидович Ястребов. Здрасте, Андрей Леонидович. Доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой истории, философии и литературы Российского института театрального искусства, или, как мы лучше его знаем, ГИТИС, или, как я знаю, как я для себя говорю ГИТИС, потому что я имела радость учиться у Андрея Леонидовича. И Анатолий Сергеевич Макаров. Здрасте, Анатолий Сергеевич. Писатель, журналист. И сегодня я могу вас представить как страстного читателя ремарка. Вот вы, наверное, и как читатель сегодня о нём будете говорить. Так, собственно, мой первый вопрос уже прозвучал в таком моём вступительном слове. Согласитесь вы с этим или нет? Наверное, всё-таки да. Почему же мы так любим ремарка? Что такое есть у русского читателя, что так, в душе русского читателя, что так созвучно тому, что пишет ремарк? Как вы думаете? Здесь, конечно же, комплекс причин. Одна из первых причин, мне кажется, что ремарк писал о дружбе. В русской культуре дружба – это явление очень-очень странное. Потому что один друг может убить другого, повезти у него девушку, показать себя с лучшей идеологической стороны. Простите, простите, я пытаюсь тут же под ваши примеры подложить какие-то названия. Но первый, например, прекрасный Евгений Оегин подходит. И про убить, и про увезти девушку. Второй – обломок. Да. Третье – ну давайте так, идеология. Это Тургенев, отцы и дети. Аркадий, не говори, красиво. Четвёртое – это подбор друга. Если ты Раскольников, то тебе нужно обязательно подобрать друга по фамилии Разумихин. Ну там и так далее. То есть у нас дружба всегда, как это отмечено, знаком печали и безысходности. Что касается Ремарка, вот здесь он, знаете, он следует какой-то такой не нашей совершенно традиции. И выставляет дружбу как единственный способ противостоять миру. Вообще, мы знаем несколько вариантов, национальных вариантов дружбы. Ну один из первых, конечно же, это Бальзак. Помните, в известном романе Батрен учит Растиньяка. Друг – это тот, который приходит к тебе ночью, не, к которому ты приходишь ночью и говоришь, что ты убил человека. Он берёт лопату и идёт помогать тебе без каких-либо ломентаций. Ну, конечно же, у нас маркесовская концепция дружбы. Типа друг – это тот, который только что умер. Лучший друг. Вот. Но здесь всё-таки нам необходим был феномен дружбы, которого не хватало в нашей культуре. Потому что, ещё раз, такое философско-печальное настроение всегда охватывало эти отношения. И поэтому, когда мы прочитали, или отечественный читатель познакомился с ремарком, он, наконец-то, без всяких лопат, без всякой такой, знаете, экзистенциальной трагедии, он столкнулся с феноменом, который ему был необходим. Нет, у нас был, конечно же, такой аналог, такой очень лёгкий аналог ремарка – Александр Грин. Если мы вспомним, например, там, рассказ «Словоохотливый домовой», когда женщина вдруг влюбляется в друга, то друг бросает и своего бывшего приятеля, и женщина, и уходит туда, далеко, в Зурбаган или ещё куда-нибудь, потому что он очень благородит. Но это очень абстрактно. А здесь война, здесь постоянно льёт дождь, здесь вообще отчаяние, здесь любовь, вокруг которой кружится смерть, и обязательно обречённая на смерть девушка. Она настолько прекрасна, когда мы создаём её... Давайте остановимся пока на дружбе, потому что девушка – это тоже очень важная история. Позвольте нам обсудить её отдельно. И последнее, все друзья мобилизуются для того, чтобы помочь этой, уже приговорённой к смерти любви. Это красиво. У нас такого не было. Вы как раз относитесь... Сегодня обещали быть тем читателем, который познакомился с... Ну, если это позволительно, я даже, вот простите, ну, так сказать, сошлюсь на собственной житейской области. Обязательно. Я тогда поступил, закончив школу, поступил на вечерний... Это был 1958 год. На вечернее отделение, дневное нас, бывших школьников, не брали, факультеты журналистики. И для того, чтобы разрешали учиться на вечернем, я, значит, устроился работать. Ну, и тоже и по бедности, и потому что справка нужна была. Устроился я работать в книжный коллектор. Это довольно тяжёлая работа была, потому что надо было из типографии забирать очень эти книжные пачки. В общем, для хилого мальчика это было довольно тяжело. Но, в принципе, что там было, значит, это вот козла посидели в огород, потому что я вот попал в царство книг. И вот я, значит, смотрю роман, что-то мне говорила эта фамилия, потому что я мальчик был всё-таки, так сказать, наслышанный. И я где-то под лестницы открыл роман и пропал. Вот всё. Потом... Потом вас уволили, потому что... Потом уволили, потому что нельзя такого человека. И ничего не исполнили. И самое главное, это у коллег это вызывало ненависть. Ему взяли, только, значит, которые будут читать. Но это было... Это были три товарища. Это три товарища. Это первое, что было переведено в России. Это было абсолютное потрясение. Нет, нет. Сейчас вернёмся к этому. Нет, не первое. Я знал, что потом я быстро всё, что можно, я про это узнал. Но вот почему этот роман? Это был роман вот про нас, про обычных людей. Причём в каком-то таком повороте вот про эту жизнь, которую особенно молодых людей более всего и занимает. То есть личная жизнь, дружеская жизнь, так сказать, сердце. Мы вдруг поняли, что такое вообще стиль жизни. Как жизнь полна... Самая небогатая, но как она полна каких-то таких замечательных явлений. Как, не знаю, как разговаривать с девушкой, как ей дарить... Как курить, как смотреть. А вы знаете ещё, почему, я думаю, в русской литературе не было дружбы? Просто ещё мы не успели. Ведь это была наша реликая аристократическая, дворянская литература. Она ту дружбу описывала. А потом, когда пошли революции, войны и общаги, и жуткая наша прекрасная, великая, страшная жизнь, то и у нас тоже понятие дружбы стало необычайно ценным. Это на всю жизнь осталось. Понимаете? Наталья Васильевна, как вы думаете, глядя ещё и немецкими глазами? Я, конечно, хочу продолжить эту тему дружбы, но должна сказать, что, конечно, Советский Союз с ремарком подружился не сразу и не вдруг. Да, конечно, первый роман, который был переведён на русский язык, на Западном фронте без перемен. Роман публиковался в «Фосишитсайт», он такая газета. И русские эмигранты, которые находились в Берлине, они перевели этот роман на русский язык, и фактически русское издание, берлинское русское издание, оно вышло раньше, чем, собственно, немецкое издание. Вот так это было. То есть это какой, 29-й год, да? 28-й, 28-й роман в 28-м году. Немецкое издание вышло в 29-м году, а первое русское... Отдельные книжки вы имеете в виду, да? Ага, первое русское, ещё раньше. Потом были ещё переводы, в частности, в Риге. Два перевода было издано на русском языке. Но это всё довольно далеко от основного русского читателя. Это же всё эмигрантская, получается, литература. Это всё приходило. И в Советском Союзе тоже, в общем-то, один перевод был издан. Но это, как вы понимаете, ещё НЭП, ещё, в общем-то, достаточно относительная свобода. Но надо сказать, что отзывы были на этот роман, где вот тоже дружба, потому что всем классом же они пошли на фронт. Всем классом. И дружили. То, что у нас потом состоялось в Великой войне. Карл Радек, известный деятель коммунистического движения, ну, он, в общем-то, отмечал, что да, конечно, в общем-то, война – это ужасно. Но ремарк не зовёт к революции. И вот именно в 30-е годы возникает такой термин «ремаркизм». Очень негативный термин «ремаркизм», что, дескать, да, вот расслабление такое, да, вот эта дружба, вот эта вот хамельная субкультура. Пацифизм даже. Пацифизм обязательно, пацифизм обязательно. И надо сказать, что именно вот эти его пацифистские взгляды, которые он абсолютно не скрывал, абсолютно не скрывал. Ведь этот роман «На Западном фронте без перемен» в 1930 году был экранизирован. Но это абсолютно известная история, потому что уже, как вы понимаете, в 30-е годы обстановка в Германии была турбулентная. Он же Лёва Мельштейн, бывший наш человек, который в неё померите снял. Сейчас мы просто очень много тем сразу открываем, давайте Наталья Васильевна договорит. И «ремарк» вынужден был покинуть Германию ещё и потому, что вот во время показа этого фильма очень часто запускали крыс и распыляли какой-то порошок. И публика просто уходил, ну, представляете, у тебя там кишат под ногами крысы, вот, и ему это, конечно, было очень больно, очень обидно. И в 1932 году он покинул Германию. Ну, покинул, конечно, не только потому, что вот так случилось с его фильмом, он просто прекрасно понимал, к чему всё идёт. Да, то есть, и вот это вот, так скажем, такой очень серьёзный шаг для человека. А то, что касается «Трёх товарищей», путь этого романа был очень-очень долгим к русскоязычному читателю. Роман был написан в 1936 году, то есть он его писал уже, в общем-то, в Швейцарии, в изгнании. И потом он был издан на немецком языке в 1938 году в Амстердаме, потому что в Германии, естественно, это было невозможно. И на русском языке он появляется только в 1959 году. И тут, конечно, два известных переводчика быстро перевели этот роман. Это, конечно, Лев Копелев и Сидор Шайбер. Причём вот тоже, так скажем, как политика вторгается в восприятие ремарка. Лев Копелев, ну, он проникся ремарком. В 1960 году в журнале «Юность» была как раз опубликована его статья о ремарке, где прежде всего Лев Копелев писал о том, как это прекрасно, что, в общем-то, человек не прославляет войну, а говорит нам о том, что надо делать всё, чтобы, в общем-то, этой войны не было, потому что человеческая жизнь – это самая главная ценность. Ну, а то, о чём уже все тут говорили, о том, что мы видим вот эти, так скажем, хмельные сцены, ну, это, в общем-то, видит тот, кто хочет это видеть. Что это, в общем-то, совсем не главное. Но надо сказать, что, конечно, публика продолжает это видеть, потому что, когда называют «Три товарища», следующая фраза – «Кальвадос». И самое последнее, что я хочу сказать, что в 1981 году этот роман вновь вышел в переводе уже одного Исидора Шрайбера. Лев Копелев уехал, вынужден был уехать из Советского Союза, лишён советского гражданства, и роман заново, как бы, ещё раз перевели, то есть стоит сейчас одно имя в издании 1981 года Исидора Шрайбера. Вот, ну, что, конечно, очень-очень больно, поэтому, наверное, всё-таки скоро должен выйти. Справедливость того, что там стоило две фамилии. Да, конечно, конечно. Я хочу обратиться к Никите. Скажите, пожалуйста, вот вы человек совсем другого поколения, и уже свободно могли пить, что хотите, и в том числе кальвадос, и тоже забегаловки, и какие-то кафе не были для вас чем-то диковином. Что для вас в этой книжке? Почему она вас, то, что называется, зацепила? Эстетика абсолютной правды такой в книге, и как вот люди смотрят на мир, и как мир смотрит на них. И вот в этой серости они вот танцуют под дождём и наслаждаются этим. И вот несмотря на то, что они находятся между двух страшных событий, между войн, они живут последний день. И вот каждый их день последующий, они такое, как вот хождение по лезвию, по острию. И то есть нету шага ни назад, ни вперёд. Они вот наслаждаются тем, что есть сейчас. И катализатором всех отношений, конечно, всегда является ремарка женщины, девушка, которая является таким вот преломлением общности, их взглядов и такой абсолютно истинной дружбы. Что вот меня всегда подкупает, именно такие вот в человеческих отношениях, в человеческом плане, это вот такая чистота нравственных, внутренних, очень глубоких дружеских связей. Такое бывает сейчас в жизни? Я думаю, что это время такое утопическое, у ремарка описано. То есть оно бывает, но к нему нужно дорасти, его нужно понять, его нужно прожить, чтобы это всё ощущать. Вот интересно, что мы говорим, скажем, о трёх товарищах, как о каком-то прекрасном мире, идеальном, с одной стороны идеальной дружбе, с другой стороны вы прекрасно сказали про стиль, что так хочется к этому вообще тянуться и прикоснуться. При этом для ремарка это история людей, то, что называется потерянное поколение, это прямо про них. Значит, это история людей отчаявшихся, не только не это какая-то прекрасная, вообще оптимистичная, а ровно наоборот, это какой-то такой пике, или как с этим названием первым это связано, пат, потому что ситуация патовая для них. Вот как это всё совмещается? Почему мы вдруг в этой книге, которая совсем, казалось бы, про другое, про отчаяние, видим такой свет и вообще какой-то идеал отношений? Как это всё совместимо? Ну, наверное, если пользоваться языком самого ремарка, когда человек находится между небом и отчаянием, он выбирает самые обыденные вещи. Самые обыденные с точки зрения мироздания. С точки зрения литературы они обязательно будут абсолютизированы. Если это любовь, то обязательно как какая-то парадигма культуры. Если это хлеб, то обязательно как что-то такое связанное с божественным комбайном. А здесь нет, здесь всё обыденно. Действительно, мы представим себе, как закалялась сталь. Выпивали в то время люди? Я вот опять к этой частности. Да, конечно же. Вспомнить хотя бы одну сцену пьянства Павки Корчагина. С трудом вспоминается, потому что отсутствует всё это. Это не человеческое. Потому что человек посвящает себя какому-то надиндивидуальному идеалу. А здесь вообще нет этого идеала. То есть очень хорошо было сказано о том, что он живёт только в сегодняшнем дне. И каждый из нас живёт в этом дне. Вот ответ, может быть, даже отчасти на ваш вопрос вообще. Это утопия или это человеческая мечта? Вы понимаете, каждый из нас мечтает выжить вот сегодня. Мы живём в разных жанрах. Мы живём в разных каких-то культурных мифологемах каждый день. Мы не замечаем их. Подводя итог жизни, может быть, вспомнится один день, когда шёл дождь. Не вспомнится и поэзия Есенина или Пушкина или Лермонтова, которая связана с осенью. Если осень наступила, нужно рубильник чувства вниз спускать. А здесь нет. Здесь они их танцуют под дождём. Идёт дождь, а они целуются. И мы знаем, что это быстро проходящее. Так же быстро проходящее, как их жизнь, как жизнь наша. И поэтому мы читаем и смотрим действительно на себя. Потому что все мы грешны и все мы благообразны в той или иной степени. И поэтому нам нужны какие-то образцы, образцы какого-то банального, обыденного, совершенно не героического поведения. Но это всё немножко антисоветское. Не в смысле, что антисоветское. Нет, антисоцреалистическое. А вот это всё вообще не интересует санкаристической искусственной жены. Поэтому так и набросились за мной. Конечно же, это против соцреализма. А с другой стороны, против всевозможных экспериментов такого модернистского толка. Помните, замечательнейшее начало одного из романов, который называется «Зависть». «По утрам он пел в клозете». Каждый из нас мечтает это делать. Но что-то, знаете, партия не работает. Вы понимаете, или хрипишь от чего-нибудь. Вы понимаете, не получается этого. И не получается даже, я не знаю, какого-то такого динамики и драйва заимствовать у кого-либо, для того, чтобы исполнить эту героическую партию. Здесь всё сугубо человеческое. Небо, отчаяние, попытка надежды. Вновь отчаяние. И всё равно ещё маленькая, может быть, даже предпоследняя попытка. А может быть, даже и последняя. Но вот всё-таки об этом противоречии. Что писал об одном, мы читаем... Я очень огрубляю. Мы вычитываем, русские читатели, совсем другое. Ну, я хотела вернуться к роману «На Западном фронте без перемен». Там, конечно, нет вот этого прекрасного танца под дождём. Там жуткая совершенно трагедия, когда весь класс погиб. Но там тоже есть очень много таких, я бы сказала, экзистенциальных моментов. То есть, как они на фронте жили. То есть, как их кормили. Как они узнали. То есть, совершенно ужасная вещь произошла. То есть, очень многие погибли. И осталась еда. И вот как они раздобывали тазики, чтобы, значит, вот эту еду получить. То есть, вот это вот Хомо Белли, человек войны, да. То есть, вот как бы он это всё пропускает через себя, как они убитых, даже не с убитых. Ещё человек, в общем-то, ранен, но он был обречён. Ботинки. Вот помните этот эпизод с ботинками? Что, дескать, да. Великие стихи в русской литературе есть. Да, то есть, вот эти... Мне ещё, лучше я сниму с тебя валенки, мне ещё предстоит воевать. Ну, вот эти... Открыл ремарку, да. Вот эти ботинки нам надо забрать. Да, то есть, вот это тоже ремарка. И вот если говорить о жизнеутверждающем, да, вот этот главный герой, Боймер, он тоже погиб. Ну, вот помните последнюю фразу этого романа, что он лежал абсолютно умиротворённый. Да, то есть, вот как бы вот он ушёл из этой жизни, но оставил нам какую-то хорошую надежду. Что мы, в общем-то, будем жить совсем в других условиях. То есть, вот это очень, так я бы сказала, пронзительно, щемяще высказано было. Но мы-то знаем, что это не так. Да. Но мы-то знаем, что роман написан в конце 20-х годов, а мы его читали уже после Второй мировой войны. Мы-то знаем. Что всё бессмысленно. Он-то в 28-м году это писал. И в 28-м году он видел, что происходит, и он как бы пытался сказать, что что вы делаете, остановитесь вот этим своим романом. Ну, действительно, он хотел сказать, что надо подумать вообще, к чему мы идём. Но его никто не услышал, последний романтик. Но вы же прекрасно знаете, что в мае 33-го года, вот перед зданием университета Гомбольта, как раз перед зданием юридического факультета, произойдёт эта акция по искоренению антинемецкого духа. То есть вот эта акция по искоренению антинемецкого духа, как раз вот это вот сожжение книг. То есть роман «Ремарка на Западном фронте без перемен» — это, в общем-то, был тот роман, который был сожжён. Его презрительно назвали писакой. Презрительно было сказано, что он предал идеалы героев Первой мировой войны, что он предал их идеалы. Ну, и также было сказано, что он совсем далёк от какого-либо историзма. Ну, совершенно верно, для него главная экзистенциальность. Вот очень здорово вот это вот, вы заметили, вот этот вот танец под дождём. То есть вот действительно наслаждаться вот этим прекрасным, прохладным дождём, который открывает тебе вот что-то, отмывает, промывает, и ты видишь будущее. Он последний романтик. И романтизм, он всегда будет волновать нас, как читателей. Даже, например, вот романтизм, он утверждается не только в литературе, но, например, в конце 18-го, начале 19-го века в историческом знании был романтизм. И вот в исторических произведениях историки, они выясняли, как выглядел тот дом, как там растёт ли это дерево свобода. И вот эта вот деталь, она тоже очень, в общем-то, в исторических трудах, она очень привлекала. И вот у него, мне кажется, что деталь бытовая, деталь жизни. Ведь посмотрите, пожалуйста, как он детализирует. Вообще деталь. Да, да, да. Вообще, так скажем, общее понятие детали. Деталь как явление. То есть для него это не что-то такое, что создаёт какой-то фон, а это несёт нагрузку. Это самое главное. И вот это как раз заставляет нас вот эту экзистенциальность увидеть. Мне сразу хочется спросить у Никита, как у человека, который работал с этим материалом, какие детали для вас были, может быть, вот толчком к какому-то вдохновению, как хореографа? Или балет строится... Я хочу, чтобы мы сейчас ещё посмотрели фрагмент вашего спектакля. Или балет строится по другим правилам, и невозможно текст, и вот так, как Наталья Васильевна его интерпретирует, перекладывать на сцену? Балет искусства пластическое. Ремарк – это очень такое объёмное и очень глубокое внутреннее произведение. Поэтому в спектакле присутствует видеоряд и определённые там сегменты изобретительного искусства, которые помогают дополнить состояние человека, что он чувствует внутри. Пустота одиночества или там призраки войны, которые всё время его так или иначе преследуют. Это любовь, которая, то есть, в нём находится, но не... То есть, в лице пата, он её видит как воплощение. Он идёт по этим серым улицам. И вот, несмотря на всю серость вокруг, он счастлив. И, значит, я думаю, что для меня вот, конечно, больше всего... То есть, все мысли Роберта связаны о девушке, о Патриции. И там... И в последующем все друзья живут ради того, чтобы жила Патриция. И для меня всё-таки стало здесь наиболее интересным момент судьбы двух людей – Патриции и Роберта. И, то есть, Роберт уже живёт жизнью Пат. Опять же, жизнь взаймы. То есть, у него такая вот жизнь на крови, жизнь от того, что нельзя отказаться. И вот такая обречённость, она присутствует, и при этом она как бы с тобой. Но вот ты счастлив. Несмотря на то, что всё это вот у тебя уже почти отняли, но ты счастлив. И в спектакле, в ощущении этого ремарка, мне как раз главным был дух времени, дух ощущения вот такого ежеминутного счастья, которое вот если ты его не проживёшь, оно от тебя ускользнёт. Поэтому для меня гораздо главнее работать с образами того ремарка, для меня как моего ремарка, которую я вот для себя открыл вот после прочтения вот его книг. Давайте посмотрим фрагмент вашего спектакля «Балет «Три товарища». Совсем недавно состоялась премьера на сцене новой оперы. «Балет «Три товарища»» Ну вот смотрите, «Любовь». Наконец мы подошли к этой очень важной теме ремарковской. Ничуть не менее важной, мне кажется, как дружба. И я думаю, что вряд ли есть другой автор 20-го. Это просто какие-то идеальные персонажи. Это просто какой-то... Мне кажется, почему и в советское время это так хорошо пошло? Потому что мы же все говорили об идеальной дружбе, но не такой ходульной, как вы сейчас там про советскую литературу говорили, а вот идеальная любовь, настоящая. Можно? Конечно, конечно. Вы знаете, вот мне буквально сейчас пришло такое соображение ума. Такое, в голову. Вот смотрите, два ровесника, два писателя, очень крупных мировых писателя, принадлежащих вот этому самому проклятому, военному, потерянному поколению. Это вот герой наших разговоров сегодняшних, ремарк. И очень нелюбимый мною, но это мое личное дело, при всей очень большой любви к Франции, это Селин. И вот вам, пожалуйста, Луи Селин, Луи Фердинанд Селин. Оба вот прошли войну, и вот один вошел, вот, так сказать, нашел какое-то душевное спасение вот в этом романтизме, а второй, наоборот, в совершенно страшном, в страшном цинизме, который поразил даже и подавил даже людей внутренне готовых вообще к циничному отношению к жизни. Так вот, вот этот романтизм, ремарк, вот эта его любовь, понимаете, это вот, это еще, кроме всего прочего, ну кто, как преодолеть отчаяние? Ведь в сущности, все его романы, это абсолютно правы. Или это война, значит, это абсолютный край жизни, да? Или немножко отойдем на секунду от трех товарищей. Или сплошное изгнание, потому что великие романы, очень мною любимая триумфальная арка, которая гораздо, может быть, слабее, чем... Но, как, опять же, вот такой любитель Парижа, я также могу Париж пройти по этим, так сказать, по этим адресам, которые описаны в ремарке. Деталь. И... Да, деталь. И, что опять характерно, немец, воевавший с французами, да, и, так сказать, а потом нашедший во Франции убежище, вот это тоже какое-то великое душевное, так сказать, движение. И, конечно, любовь – это последнее спасение, понимаете? Вот еще помимо дружбы. Последний ориентир, последний якорь. Вот для этих ребят, которые с юности видели то, страшнее, чего нету вообще. И, тем не менее, вот это вот осталось для них каким-то, так сказать, якорем жизненным. И, по-моему, и в этом смысле вот этот романтизм, он, конечно, немножко такой, ну, такой приподнятый, но, тем не менее, он настолько понятен. Сентиментальный он такой. Сентиментальный, да. Но настолько, тем не менее, это вот... Настолько по-человечески понятно. А все песни русские, военные, понимаете, на позицию девушек, как угодно. Это тоже сентиментально, но это опять про это же, понимаете? Потому что вот это хочется запомнить. Можно гаденький вопрос? А вот мне кажется вам, не то, что я сейчас хочу подробно личную жизнь Ремарка обсуждать, но все-таки известно, да, не надо копаться долго в белье, что у него было там несколько жен, что его личная жизнь не была, очень счастливее. Великие романы у него были, что для писателя очень полезно. Марлен Дитрих. Это говорит писатель, да. Марлен Дитрих и так далее. Ну, хорошо, но это не есть какая-то... Потом там известно, что просто он ходил к психологу и разбирался со своими проблемами. Это не есть какая-то тоже для него идеальная какая-то компенсация своей, может быть, очень яркой, но непростой жизни в таком идеальном описании любви, нет? Нет, безусловно, конечно же, здесь Фрейд просто посматривает сверху и диктует или диктовал. Но вот когда мы говорим в своем имя о любви, и вот вы обронили такую фразу, может быть, она немного такая девчачья, там слишком много сентиментализма. Знаете, мне кажется, что происхождение у этого сентиментализма, или такого сентиментального романтизма у Ремарка связано с музыкальностью его натуры и с профессиональным увлечением музыкой. Вот это же близко, наверное, Никите. Это очень близко, конечно же, потому что я, например, заглянул на форум, существует огромное количество каких-то чатов, где Ремарки читают под музыку. И знаете, там Бернстайн, Лима, Марвен, Скорпион, Чайф, то есть каждый предлагает свой вариант. Правда, я не удивлен этому, потому что, например, своим студентам я рекомендую какой-то там набор музыкальных произведений, которые они должны прослушать, читая какой-либо текст. Но вот что касается Ремарка, здесь вообще все очевидно. Именно вот по-моему, вот природу его сентиментальности нужно искать в музыкальности его, потому что он сам признавался в том, что он каждый слог он проверяет на музыкальность. Что касается любви. Что нам, конечно, не слышно, поскольку мы читаем, хоть и хорошие, но на переводы. Так же, как и все говорят... Молодому читателю уже слышно. Ну, может быть, так же, как все говорят... 12% россиян прочитали романы Ремарка в оригинале. 19% россиян прочитали романы Ремарка. Другое поколение, точно не ваше. Может быть, еще немножко мое. Вот поколение... Анатолия Сергеевича знает Ремарка. Вот и это... Так и про любовь! Да, сейчас мы поколение вернемся. Про любовь, с утромузы, да. Про любовь. Вы видите, нет, еще чем привлекательный, конечно, Ремарк, потому что у нас о любви, опять-таки, вопросы в мировой литературе... Так, кстати, ведь про Селина тоже обязательно чуть позже. О любви или говорят вообще, выстраивая какие-то абстрактные декорации... Ну, вспомните, например, там, отечественный хит «Алые паруса». Мы прекрасно понимаем, что мы подходим, видим эти декорации, и как, чтобы из «Алых парусов» и как «Буратино» подходим рядом и протыкаем просто мешковину, на которой они нарисованы. Потому что в это не верится. Опять вы Грина критикуете? Нет, в это... Нет-нет-нет, просто я не романтизм, к которому и относится и тот же самый Ремарк. Потому что это все сказки. Конечно же, ну, представим себе, ну, там, Ассоль. Вот давайте у нее спросим, там, она букварь читала? Нет, не читала. Она ходила в школу? Нет, не ходила. Она ничего не сказала. ЕГЭ она сдавала? Нет, не сдавала. Когда мы спросим у любого героя Ремарка, чем ты занимался, там будет и номер гимназии, там будет и место работы, и там будет огромное количество даже деталей, которые создают вот этот совокупный мир, в котором и живет каждый читатель. И мы доверяем этому миру. Просто доверяем. Здесь мы не можем довериться этому миру. В смысле, как мечте, да. Грин, как мечта, это просто идеальный, такой, знаете, идеальный рафинад. Но как реальность Грин никак не подходит для нашей идентификации с ним. Что касается Ремарка, здесь все так. Что касается Селина и Ремарка, конечно, вы понимаете, мы многое прощаем. Мы прощаем вот эту грандиозную, грандиозный обман и выдумку Ремарку. То же самое Толстой говорил о том, что главный писатель – это чувство эстетического стыда. То есть это одна, к которой нельзя вообще переходить. Ремарк запросто ее переходит. Потому что на позицию... Но вопрос ради чего? Потому что мы понимаем, ради чего она это делает. Конечно же. И мы ему это разрешаем. Конечно же, умница. Конечно же. Вы же меня учили в сервисной литературе. Ну хорошо. Потому что ему самому нужна надежда, и нам нужна надежда. И у него есть оправдание его собственной жизни, его собственной биографии. Согласитесь, слово «любовь» после того, как девушка на позицию отвела бойца. Слово «любовь» забывается просто. Потому что дальше идет разговор или про ботинки, или про валенки, которые нужно снять с убитого товарища, чтобы идти дальше на восток или на запад. Пока вы нас не увели очень далеко от этой романтичности, я хочу предложить вам посмотреть фрагмент спектакля «Три товарища» в постановке Никиты Дмитриевского. Спектакль недавно вышел на сцене новой оперы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я хотела, Никита, вас спросить в продолжение того, о чем говорил Андрей Леонидович, о музыкальности ремарка. Как вы подбирали музыку или музыка писалась? Насколько это было очевидно или, наоборот, мучительно? Я при выборе музыки остановился на Курт Вайле, композитор, который сделал свою эпоху. И он максимально озвучил ее там, то есть есть такая монументальная симфоника и вместе с тем такие маленькие немецкие кабачки, в которых люди после работы находили свое пристанище. Но не хватало еще одного сегмента, это вот именно то, что он пианист, Роберт, и то, что его... вот для меня воспринимался Роберт как звук рояля, как звук чистого рояля посреди такого какофонического оркестра. И, значит, были соединены два композитора. Это Курт Вайл, это Германия. То есть между войнами, такой период, и современный бетер-минималист Нилс Фрам, который играет на фортепиано потрясающе, все равно очень такие чувственные, минималистичные вещи. Поэтому при соединении этих вещей получилось такое время, образ, которыми живут актеры. Но я каждый раз при пересмотре своих мыслей, так скажем, Я всегда пытался смотреть на этот мир, мир глазами Роберта. Как он слышит в это время, какие звуки его там приличают, какие нет. И вот звук Карла, звук мотора, звук этих улиц пустынных, марширующих, отряды по улицам, штурмовики, вот эти листовки, которые все время под ногами прилипают к ботинкам. Какие-то вещи, которые, знаете, как вот такое сейчас модное слово саундтрек. Да, но в этом саундтреке живет герой. И эти звуки вот этого пансиона, эти половицы, которые там скрипят, эти вот проезжающие автомобили, звук мотора ревущего Карла. Это там скорость 100 километров, но тогда это было как ракета. Это вот невероятно. При том, что никогда Ремарк конкретно свои автомобили не описывает. Они всегда являются таким аморфным началом. То есть мы можем догадываться о судьбе этого автомобиля, как он выглядит. И поэтому здесь вот музыкальная часть, она для меня состояла из такой квинтэссенции различных эмоциональных характеров, но при этом должна быть абсолютная гармония в симфонической подаче этого произведения. Поэтому музыка писала специально Алифтина Иоффе. И я благодарен, что вот она вот смогла все это соединить и воплотить в жизни. Очень интересно. Ну вот я не могу не затронуть такую важную тему. Тем паче Никита сказал, что любимый композитор Гитлера. И мы стали говорить о том, вы начали говорить о том, как его книги Ремарка были запрещены, сжигались и так далее, и так далее. И как чуть ли не Геббельс говорил, вот ветераны войны протестуют против того, что пишет Ремарк. И вот это очень непростая история взаимоотношений Ремарка со своими соотечественниками. И это же не просто так, как бы вот я по одну сторону баррикады, а по другую. А вот кончилась Вторая мировая война, и все признали Ремарк, и все его с удовольствием читают. Абсолютно нет. Абсолютно нет. Все гораздо сложнее и безнадежнее. Или нет? Нет, все очень сложно. Начнем с того, что ведь он отказался от своей фамилии Ремарк, а взял псевдоним, где французское написание. Ремарк. Да, французское написание. И с одной стороны, это уже такой шаг, что, дескать, я не с вами, да, то есть я немножко другой. Потому что где-то я прочитала, что этим он хотел подчеркнуть, что его семья происходит от французских гугенотов. Нет, он был католиком, да, то есть это не так. Вот, второй момент, вот с соотечественниками, да, конечно, он помог своей бывшей жене, женился еще раз, помог, чтобы она уехала из Германии. То есть вот как бы он не то, что приняли большинство соотечественников, я имею в виду в 30-е годы, он это не принял. И может быть, это тоже стало, в общем-то, таким фактором, хотя, конечно, не только это, а его такой дружбы, любви с Марлен Дитрих, да, потому что она тоже это не приняла. И вот смотрите, в 62-м году... Ну, их было там, их было больше, чем двое, там, не знаю, тот же Манн или там... Ну, да, то есть люди, которые, да, то есть вот те, которые уехали, те, которые не приняли, вот он... А потом они не вернулись. Да, он не вернулся. И вот в начале 60-х годов как раз вставал вопрос, а почему вот, дескать, вот уже как бы все, Германия покаялась, да, то есть Германия признала вину, то есть почему бы не вернуться? Ну, вот он давал понять, что его вот как бы преследует вот этот тошнотворный запах нацизма, да, что вот он вот не может себя переломить, поскольку натура очень тонкая, да. Что он сохраняется? Что он есть? Нет, он не может переломить себя и вернуться из... В смысле, что есть нацизм в Германии в 60-х годах? Нет, нет, не то. Или он слышит, так сказать, что тут запах старый? Он слышит отзвук, отзвук, он слышит вот этот вот старый отзвук. Конечно, в 62-м году, что вы, это еще раз говорю, я же сказала, Германия покаялась, Германия признала, Германия, в общем-то, стала развиваться совсем по-другому. И он не вернулся на родину, то есть всем известно, что он получил американское гражданство, но все-таки он же не остался в Америке, правильно? Он же перебрался поближе к Германии, к немецкоязычной среде, он же в Швейцарии, да, и умер в Швейцарии. То есть все-таки, конечно, какая-то близость с родиной, наверное, все-таки для него была важна. Но вернуться об этом вопрос для него не стоял. Хорошо, вот смотрите, мы говорим о Германии, для нас это сейчас пример страны, которая сумела пережить свое тяжелейшее прошлое, ну, как нам сейчас кажется, правильность, извлечь уроки и так далее. Вот этот невероятно пацифистский настрой Ремарка, был ли он важен в этом воспитании новой Германии? Я думаю, что не только для Германии, я уж так совсем по-советски скажу, вот то, на самом деле, не такое уж плохое, не такое уж глупое советское обыкновение, как все эти фестивали молодежи, которые как бы, ну, вся эта борьба за мир, ну, мы, так сказать, к ней немножко иронически теперь относимся. Ну, в общем, очень иронически, что плохого-то в этом было? Важно просто, чтобы не расходилось, борьба за мир с совведением войск. Правильно, правильно, правильно. Но, тем не менее, вот, мало того, я вам скажу, что у меня были мои товарищи, которые были, ну, как советские солдаты, попали в Венгрию, скажем, то есть вот старше меня на 2-3 года. 56-й год. 56-й год, понимаете? Но все равно вот этот вот ремаркизм, который так ненавидели некоторые, причем Радек ведь написал первому изданию, так сказать, блестящий сталинский журналист, потом расстрелянный, Карл Радек, предисловие к на Западном фронте, он тоже написал, что Ремарк, ты предал своих друзей. Ну, я об этом уже говорила. Да, 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 да. Он, знаешь, то есть и фашисты говорили, что предал, и коммунист. Ну, вот об этом и речь, что все говорили, что предал. А вот этот ремаркизм, который так ненавидели и официальные наши, конечно, он есть, и он был, конечно, был, но ничего не... И я думаю, что и раз у нас он был, ну, в сердцах молодых людей, в душах, а уж я думаю, у немцев, несомненно, хотя я не могу. Нет, я просто хочу здесь добавить просто, поснабрюки, где он родился. Сейчас существует музей, и сейчас существует как бы архив Ремарка. И этот музей, он все время проводит интересные выставки. В частности, вот я была там на выставке, где были представлены переводы всех его произведений, там более чем на 50 языках уже вышли его произведения. То есть музей существует, каждый год выходит такой сборник, называется Эрик Морей Ремарк Ярбух, да, то есть ежегодник. Вот, то есть этот ежегодник, он тоже показывает, что, в общем-то, интерес в Германии был большим. Другое дело, что, конечно, в 50-е годы, когда Германия, ну, была разделена, когда Германия была разрушена, когда, в общем-то, приходилось решать множество других задач, очень серьезных, конечно, здесь, в общем-то, Ремарку не очень большое внимание. Но, тем не менее, музей был создан, и к музею... Воздаем должное соотечественникам Ремарка, да. В Соединенных Штатах есть общество поклонников творчества Джека Лондона, которое насчитывает 2,5 тысячи человек. Это на всю страну. Всего-навсего 2,5 тысячи. Если открыть общество у нас в стране, то у нас будет 250 тысяч как минимум. То есть мы до этого говорили о том, как Ремарк повлиял на Советский Союз, на юношу Советского Союза. Если посмотреть вообще на историю Ремарка с геополитической точки зрения, то все фильмы, которые ставились, они ставились в Голливуде. В Голливуде. Которых очень много, очень много. Полторы дюжины. Вы понимаете, он популярен там. Он дружит с Чаплином, он дружит с Хемингуэем. То есть у него очень хорошая такая культурная... Роман с Марлен Дитрих, как мы уже говорили. Да, конечно же, история. А теперь посмотрим на Германию. Кто в Германии пользуется популярностью? Пульсу популярностью люди, не застрявшие в теме войны, которые не настаивают на любви, сентиментальной любви, которая спасет мир. Потому что после Бухенвальда не могут расти розы. Мы все это прекрасно понимаем. Там Грасс и Бель. Это, как я говорю, как хотя бы две самые большие вершины. Что делать нашему Ремарку в этой ситуации? Это когда Грин попадает в общество Пелевина, Битова и, ну я не знаю, Аксенова. Почему? Даже не только Пелевина, а Виктора Некрасова или Варлама Шаламова. И это тоже может быть. И поэтому лучше находиться в Швейцарии с любящей женой и с большими воспоминаниями о тех женщинах, которые... Хотя последние 16 лет он вообще ничего не писал. То есть его... Он умер в 70-м году, вычитаем 16 лет, 56-й год. С 56-го года он молчал. И поэтому ему нечего было сказать. Он не мог перейти на другую тему. То есть писателю нужно вовремя умереть. Он почти это сделал. Но умереть ему нужно за границей, там, где он, собственно, и получил самую большую популярность. Но при этом, да, у него не было другой темы. Но в этой теме ему отказывали с самого начала. Когда они хотели печатать на Западном фронте, говоря о том, что кто будет сейчас читать о войне? А кто после Второй мировой войны будет читать о войне? А наши истории, литературы, разве не доказывают, как важно читать о войне после войны? Наши доказывают. А их не доказывают? Они совершенно другая тема. Потому что тот же самый Биоль и Грасс, они занимались уже поиском стиля и жанра. А он никогда этим не занимался. То есть если мы посмотрим на его поэтику, то, знаете, мы, как всегда, знаете, улыбнемся. Потому что тот же самый Селин, он работал над стилем. А здесь библиизмы, чуть-чуть афоризмов. И вот такая, знаете, голливая романтизма. Простой рецепт, как в голливудском кино. Совершенно верно. Поэтому они рифмуются хорошо. И поэтому мы воспринимаем все это. Это мы не измученные высокой экзистенциальной культурой. Мы воспринимаем все это дело с радостью. Потому что у нас не было этой темы. Но к стилю мы привыкли. И поэтому мы открываем его. И буквально лишаемся работы, как мой коллега. Лишаемся работы из-за любви большой к Ремарку. Прекрасно, что мы немножко покритиковали нашего имелиара сегодня. Я просто боюсь, что не хватит времени. У меня есть, так сказать, некое открытие. Если бы я был... На самом деле, ведь очень всем понятно. И очевидное, но почему-то об этом никогда не говорят, когда обсуждают Ремарка. Вот если бы я был ученый человек, я бы написал такую диссертацию. Русские в романах Ремарка. Если вы заметите... Есть такая диссертация. Всегда есть такая диссертация. С таким пониманием, ну, тоже таким немножко западным. С таким налетом экзотики. Но все равно, вот, может быть, я вот сейчас подумал. Может быть, вот то существование в отчаянии, которое вообще для русским людям свойственно. Да, вот как кто-то из японцев сказал, что над русским человеком всегда какая-то вот аура, так сказать, беды и несчастья. И вот все русские его изгнанники, это иммигранты, но он их необычайно любит и необычайно понимает. И они его понимают. Так иммигранты же перевели его. Да-да-да, вот об этом говорили. Делали иммигранты. И, может быть, поэтому и мы-то, так сказать, его тоже вот за это любим. А еще вот вы абсолютно правильно. Тоже быстро сейчас скажу, неудобно. Ведь он, понимаете, вот покойный Сережа Давлатов, он говорил, он писал и говорил, что я, говорит, ну, я не писатель. Писатель – это философия, это мировоззрение. Я рассказчик. И вот, конечно, то есть я билетрист, да, вот это слово теперь забыто. А в русской, так сказать, общественной жизни это было вполне уважаемое слово – билетрист. Конечно, Лев Николаев, вот писатель. А даже Куприн – это билетрист. Но билетрист тоже может быть прекрасным. Так вы хотите сказать, что ремарк билетрист? Билетрист, ну, изумительно. Последнее, что я хочу сказать. Отношение к русским и к Советскому Союзу. Конечно, да, в каждом романе мы можем найти русского. Или русскую девушку в американском романе. Но ведь в 60-е годы, в конце 50-х, начало 60-х годов его романы выходили огромными тиражами. То есть если посмотреть каталог РГБ, то там мы видим, там тираж 100 тысяч. Да, но ничего ему за это не платили. Потому что Советский Союз написал конвенцию. И он это вспоминал. Вспоминал, да? Что здесь очень-очень... Он человек, который всегда хотел жить хорошо и долго. Несмотря на то, на весь его романтизм. И об этом тоже, в общем-то, надо... Вот мы чем дальше, тем больше критикуем писателя Ремарка. Но все-таки мне хочется закончить на другом. Я хочу спросить Никиту. Вы сказали, что нужно было написать в программке короткое содержание. Чтобы приходящие, особенно молодые зрители, понимали, что это за спектакль «Три товарища». Мне хочется спросить, вот с каким чувством выходят молодые зрители после того, как они увидели эту историю? И есть ли, на ваш взгляд, надежда, что следующее поколение, молодое поколение будет читать Ремарка? Ну, я помню, реакцию зрителя называл, когда просто была тишина такая, гробовая. И люди не знали, что делать. То есть или хлопать, или кричать, или уходить. То есть вот такое на грани. И потом был такой обрушился шква аплодисментов, и люди плакали. То есть это такое ощущение, когда человек понимает структуру произведения. И потом, то есть все, то есть это, я старался как бы, не старался услышать, что говорят люди, но я просто в это время шел, как бы на сцену пробирался. И вы чувствовали? Я чувствовал это ощущение, что вот это вот то, что необходимо вообще людям, вот это понимание вот этого внутренней жизни, вот ощущение такого абсолютного счастья здесь и сейчас. И вот что вот оно вот рождается, живет и умирает вот с тобой, и ты всему этому свидетель. И вот эта ремарка такая бесконечная Библия для людей, которые хотят понять вообще смысл дружбы, смысл любви, смысл истинности отношений. Так Андрей Битов его сравнивал с Соломоном. А вот как? Да, так что вот действительно так. Значит, есть надежда, что следующие молодые читатели будут ремарка читать? Буквально односложные, если можно, потому что время наше закончилось. Есть? Да, конечно же, потому что у каждого человека ощущение, что он живет между двумя войнами. Это с одной стороны. С другой стороны, каждый человек мечтает о чем-либо. Пусть это будет любовь, хлеб или небо, но только не отчаяние. Вот. Каждый человек, он слишком прост для экспериментов культуры, и поэтому он будет искать там, где попонятнее и там, где подушевнее. Вот. И поэтому, конечно же, ремарка будут читать, но будут читать и других писателей, будут читать того же самого Селина, потому что общее ощущение, внутреннее ощущение человека, оно очень часто бывает слишком мрачным для того, чтобы улыбаться ремарку. Но сегодня мы можем представить себе, что вот этот взгляд на жизнь, мы с ним и будем. В качестве первого тоста мы прочитаем первую страницу каждого его романа. Договорились. Спасибо большое. Я благодарю Андрея Ястребова, благодарю Анатолия Макарова, Никиту Дмитриевского и Наталью Ростиславлеву за этот сегодняшний разговор о немецком писателе Эрихе Марии Ремарке. Он родился 120 лет назад. Но это не так важно, как важно то, что мы в России его с удовольствием читают, и как мы сейчас решили, и будут читать. Спасибо. Спасибо.